Пока бразильский Мундиале продолжает преподносить сенсации и новые открытия, Нижний Новгород тоже не отстает в плане футбольных интриг. На искусственном газоне стадиона Северный в течение двух недель кипели страсти первого открытого первенства города по футболу среди женских команд. И здесь относительно полную уверенность была, пожалуй, лишь в успехе Богородского Спартака. Эти девушки уверенно прошли весь турнир и закономерно стали обладателями Кубка. А вот в розыгрыше второго и третьего места все определилось только в заключительном матче соревнований. Встречались нижегородские команды «Локомотив», они в белых футболках, и педагогический университет, они в темной форме. От исхода этой игры решалась судьба серебряных и бронзовых медалей. Изначально в фаворитах здесь числился «Локомотив», но студентки, видимо, лучше настроились и в итоге разгромили соперниц с неприличным счетом. Причем голы были на любой вкус, а один стал практически копией антиподвига Игоря Акинфеева в первом матче на бразильском чемпионате мира против сборной Кореи. Боремся, девочки, боремся! Возможно, одним из главных залогов победы будущих педагогов стала надежная игра Марии Сурниной, которая является на минуточку голкипером женской сборной России по мини-футболу. Подводя итоги выступления своей команды на первенстве Нижнего Новгорода, Мария, по сути, дала точное указание для Фабия Капелла, как надо побеждать. Нас очень хорошо настроил капитан на победу, на борьбу. Ну, там я постаралась в первом тайме, девчонки меня не подвели, там в защите отработали, выполнили все, что я говорила, забили и хорошее настроение, вот и победа. Всего на первом открытом первенстве Нижнего Новгорода среди женских команд выступили шесть команд. И это, оказывается, еще весьма приличная цифра. Даже в Российском футбольном союзе оценили. В России сейчас наблюдается такая тенденция снижения количества женских команд в большом футболе. И очень приятно, что на уровне города, на уровне Нижнего Новгорода собралось в таком турнире шесть команд. Это большое достижение, потому что на данный момент в чемпионате России играет всего лишь шесть команд. Женский футбол уже набирает обороты, это очень отрадно. Тем более Нижнему Новгороду за заслуги, то, что мы развиваем женский футбол, доверены провести российский финал смешанных команд, где будет участвовать восемь команд, в том числе одна команда из Нижегородской области, это в Порту на Шатке. По итогам первенства Нижнего Новгорода, как мы уже говорили, лучшим стал Богородский Спартак. Минненский университет на втором месте, а вот бронзу довольно-таки неожиданно завоевал футбольный клуб Арзамас. Григорий Ожигин, Ренат Бигбаев. Объективно. Спорт. ННТВ. Продолжение следует...